Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы предлагаем вашему вниманию еще одно интервью с одним из выдающихся людей, которые работают в нашем коллективе. Сегодня нашим собеседником является Кочаровский Анатолий Иванович, помощник генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, который отвечает за конструирование, лауреат государственной премии СССР, участник, медалист ВДНХ и прочее, прочее, прочее. Причем за научно-технические разработки в области программного обеспечения, автоматизированного проектирования. Все так сложно. Анатолий Иванович, предоставляю слово вам. Расскажите сами о себе, вкратце о своем образовании и о своих достижениях. Я закончил Брестский инженерно-строительный институт по специальности конструктор. Ну и уже много лет занимаюсь разработкой, конструированием сложных объектов. Как-то так получилось, что моя специализация – это сложные конструктивные решения, то есть разработка сложных конструктивных решений в области металлоконструкции и железобетонной конструкции. Последние лет 7-8-10 я занимаюсь, пришел к такому убеждению, что сам проект – это, конечно, хорошо, но вот все-таки интереснее сделать, разработать какую-то сложную конструкцию, изготовить ее, изготовить и смонтировать. То есть от проекта до реализации. И последние объекты, которые вот за эти годы я сделал, объекты, в общем-то, довольно серьезные, большие – это объекты в Москве, в Калининграде, в Минске. Ну, в Бресте как-то маловато, на самом из Бреста. Например, в Калининграде разрабатывали мы музей Мирового океана. Это стеклянный огромный шар диаметром 42 метра, где находятся 7 аквариумов, там для акул, для всяких рыб. Там сложнейшие были конструкции, и необходимо было применять инновационные некие технические решения. Например, занимался я разработкой также, ну, если брать Минские объекты, это наиболее такие большие, это штаб-квартира Национального олимпийского комитета, тоже такой капля-шарик. Это, да, вот эти вот конструктивные решения, это мы делали лет, наверное, 7-8 назад. Это офисный комплекс белорусской калийной компании, сейчас это некий банк, там вот этот вот кристалл. Супер солидно. Да, кстати, это, там находится, в этом находится атриум, самый высокий в Европе, то есть там 40 метров атриум, сама высота атриума, без перекрытия, то есть это свободно стоящие стеклянные фасадные стены, которые на высоту 40 метров. Это объект, высотный комплекс «Газпрома», который на месте автовокзала восточного. Сейчас, правда, этот объект, по данному объекту документацию разрабатывала санкт-петербургская фирма, серьезная. Меня заказчик пригласил в качестве эксперта, но не только эксперта, а в качестве эксперта и проектировщика, то есть нового проектного решения, то есть необходимо было сделать новое проектное решение, потому что то, что предлагал Санкт-Петербург, ну, это не совсем было, не совсем грамотное решение было. В конце концов, пока этот проект заглох, и сам небоскреб высотой 198 метров, пока этот проект в стадии заморозки. Последний год, вот тут в том году ввели в строй объект, это «Данамол», это металлоконструкции, купольные все металлоконструкции, «Данамол» – это комплекс. Сейчас на востоке Минска строится? Да, на востоке Минска, он скоро должен, наверное, открываться. Громкий проект, да. Да, потом торговый центр «Гиппо», там тоже металлоконструкции, все, которые связаны с атриумом, куполокупольной части, то есть металлоконструкции купольной части. Это, ну, надо вспоминать другие… Да не надо, все знатные проекты очень солидные. Музей Отечественной войны тоже, это вот все металлоконструкции этого музея, ну, и так далее. Послужной список, по крайней мере, в Белоруссии у вас действительно очень впечатляющий. Я слышал, что вы еще и в Грузии, и в других странах что-то строите. Да, последний объект у нас, вот самый последний объект, который вот только-только буквально закончен, это в Грузии, в Тбилиси, в столице Грузии. Это пятизвездочный президент отель «Риксос», то есть заказчики там, значит, турки и грузины. И вот там необходимо было сделать не только конструктивное решение стеклянного, но сам отель представляет из себя, значит, такой стеклянный шар тоже, интересный стеклянный, вернее, половинка шара. И вот там необходимо было сделать на высоком уровне не только проектное решение, но и изготовить конструкции, доставить их в Тбилиси, и чтобы в итоге получилась красивая конструкция, за которую буквально недавно на прошлой неделе я вернулся из Тбилиси, меня приглашали заказчики, приглашали, чтобы я посмотрел в итоге, что получилось. Ну, как эксперт. Да, им это понравилось, они благодарны и хотят в дальнейшем сотрудничать по другим проектам. Спасибо большое. Ваше мнение как эксперта нам очень важно и ценно. Особенно, вот это интересно, было бы услышать оценку того, чем занимается генеральный конструктор компании «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Еницкий и компания в целом о проекте «Скайвэй». Особенно это, повторюсь, интересно в связи с тем, что сейчас в данный момент проходит судебное разбирательство по защите чести и достоинства нашего генерального конструктора, после того, как одно из интернет-изданий белорусских назвало его, в частности, «Мечтателем», который начитался произведение Кира Булычева, и человеком, который строит исключительно потемкинские деревни и пирамиды. Вот интересно ваше мнение как эксперта об этих вопросах. Значит, мое мнение такое, я именно и вошел в этот проект и познакомился с Анатолием Эдуардовичем какое-то время тому назад именно из-за того, что я увидел, что это, во-первых, это новая транспортная система, а проблема эта во всем мире, собственно говоря, сейчас есть, потому что самолеты, автомобили и так далее, и железнодорожный транспорт, все это как бы уже не отвечает тем требованиям. Ну, например, самолеты хорошо, быстро ты пролетел за час-два, но регистрация, оформление, приезд в аэропорт – это все затягивается не на часы, а на день, на полдня. Железнодорожный транспорт тоже хорошо, но он был разработан более ста лет назад, и там тоже есть свои минусы. Автомобилизация тут и говорить нечем, потому что это пробки, парковки, экология и так далее. А здесь идея, собственно говоря, идею эту я читал давным-давно в журнале «Техника молодежи» про струнный транспорт. И идея мне понравилась тем, что она, в общем-то, ее необходимо реализовывать. Конечно, это не так просто – взял и все построил. Я потому и пришел сюда, что мне интересно не само проектирование и конструирование, а мне интересен конечный результат. Мы поняли, что вы практик, поэтому я сказал, что ваше мнение нам очень ценное. Мне интересно увидеть свою конструкцию в работе, в которой она уже изготовлена, работает. Здесь как раз вот тот проект, чем он меня заинтересовал? Именно тем, что здесь необходимо применять новые технологии, новые материалы и как раз новые конструкторские решения должны появляться из всех этих факторов. В конце концов, должен получиться результат. И вот вся команда, я вижу тут, сколько я уже работаю и с командой, и непосредственно с генеральным конструктором. Во-первых, это очень интересный проект. Да, не все так просто дается, есть вопросы, но не бывает так, чтобы взял и сразу сделал. Ну, уже есть, то есть здесь шаг за шагом продвигается, вся команда продвигается к цели. В частности. То есть не просто мечтаем, да? Нет, нет, ну здесь все какие. Мечтатель, я сказал в начале интервью, я сказал, что я не занимаюсь, ну последние лет, я не занимаюсь просто проектами. Любой проект тоже можно назвать мечтой или там прожектом. Я занимаюсь только тем, что проект, изготовление и конечный результат, чтобы увидеть. В частности, я потому сюда и пришел, чтобы увидеть конечный результат работы всей команды. Это очень интересно будет видеть. Отдельные элементы этой транспортной системы уже работают. Отдельные элементы требуют доработки, но это естественно. Все в комплексе, конечно же, будет интересно увидеть в комплексе. Но это шаг за шагом, вот все к этой цели, это, в общем-то, и движение. Спасибо большое. Я не сомневаюсь, что с помощью таких выдающихся, не боюсь этого слова, специалистов, как вы, Анатолий Иванович, мы достигнем своей цели, причем достигнем ее в поставленные сроки. Спасибо большое за то, что вы с нами, спасибо за интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.deficesystems.com Поддерживайте наш проект, и вашими партнерами будут лучшие люди наших дней. Строй SkyWay, спасай планету! Спасибо.